I have ways of blowing things off Здарова ребятушки, с вами Аладушки И мы будем выбираться из этого клоповника Вопрос Обязательно ли мне идти обратно через всю башню Или я могу где-нибудь здесь сейчас как-нибудь срезать Такие эти В воду Да, в воду Да, идите нафиг рыбы Да, 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 хорошо И ты тоже Я видел, ты в этом участвовал Да Блин, неужели я второй раз на это попался? Да ну как так-то Я вот сейчас А, спасение сохраним, спасибо Я вспомнил, в прошлый раз я так же из воды вылез Да, в общем, если Где у вас нарушитель? Нету у вас тут никого А так я не разобьюсь? Нет, нормально Привет, ребят, это опять я Селедки, блин, фаршированные Давайте я здесь сохранюсь, чтобы больше так не поступать Нарушитель, блин, у них нету У вас никого Блин, я бы на ту башню на самом деле попал бы Посмотрел Там вон чувак Мне Ну, то есть вон там чувак, а там вон толпой Где здесь Амулет, амулет там То есть мне все равно придется пробираться туда Откуда я пришел Через те же трубы, наверное, даже И тут толпой, с которыми я не хочу Ничего общего иметь вообще Вот сейчас я был бы не против селиться в какую-нибудь крыску И по крысиному отсюда свалить Так, ладно Крыса Я слышу крысу А я могу отсюда выбраться? Ну-ка, давайте посмотрим Тут по-хорошему есть дверь Официальный указ По приказу лорда регента С этого момента вход в башню разрешен только через шлюз Главные ворота закрыты для всех Приказ написан в канцелярии генерала Тобиаса Скреплен подписью Скреплен подписью Так вот, ребят Главный вопрос Хватит ли у меня энергии перебежать двор? Мне сюда Мне сюда Мне сюда Сюда мне Вот сюда Чёрт, чёрт, чёрт Я рискую Офигеть, как рискую Если я сейчас тут Оприлюднююсь То будет очень нехорошо Чёрт Чёрт До свидания А откуда вы здесь взялись? Ладно Ты не офигел так меня доставать? Ху-ху-ху-ху-ху В воду Надо было не дожидаться, пока они прибегут И просто в воду Я ещё думал, там просто амулет поискать Этот амулет вылился мне Сколько? В 15 трупов Переиграть? Не, не буду Всё, до свидания Пойдём отсюда Грязно прошёл Чуть-чуть не хватило, на самом деле Да-да, давай отправляемся Чуть-чуть не хватило Если бы я успел туда зарулить Блин, ни одного костяного амулета не нашёл Было два Зато все руны подобрал Светилища найдена Картина найдена Денег ещё штуку целую Не нашёл Ладно, пофиг Хаос в мире текущий Высокий Да Это прохождение Явно не получится На хорошую концовку Я уже понимаю Нет, я стараюсь Честно, я стараюсь Но Или моего скилла не хватает Что, в принципе, вполне логично Я это могу признать Я не самый скилловый человек Или же Ещё какие-то причины Но Такой, делаешь по-тихому Делаешь по-тихому И потом Фигак убиваешь полкарты Ну, да Что дальше-то? Мы же вроде как Выполнили все наши цели Девчушку вернули Рейкинта убили Пендельтонов подставили Так-то по-хорошему мне И этот пендельтон Который у нас Не вызывает никакого доверия Потому что он Настварено хотел подставить Да и Хевлок, по-моему Та ещё скотина Я бы по-хорошему Их тоже убрал бы Наверное Но Игра такая Говорит Нет Они хороши Не трогай их Так Нам тут ничего не светит Что с Соколовым Они интересны Если он до сих пор здесь Персонаж занят чем? Я с тобой Пожалуйста Соглашусь А ещё съем твоё яблоко Я это читал Да, по-моему Читал Ладно Ну Насчёт Соколова Он как бы Высокомерен Все дела Но Он изобретатель И Я не вижу ничего плохого В том Что он себя так ведёт Не то чтобы Я не вижу ничего плохого Но Как бы у него есть Повод себя так вести В отличии По-моему От Пьеро Потому что Пьеро На мой взгляд Шарлатан Или я ошибаюсь Уж извините Но у меня сложилось Такое впечатление Или Они оба Например Просто одному повезло Больше Другому меньше Такое тоже Вполне может быть Это пустой баг Для Я понял Баки Для заполнения Ворваний Угу Угу Сюда Естественно Не могу Переместиться А сюда Кстати могу А теперь Можно и сюда Это я заберу Трокис книги О праздниках Это по-моему Мы читали Если что-то Можете на паузе Прочитать Так Куклы Тут куклы Если что Первая глава Сказочной повести Не буду говорить Но Мне кажется Что это тоже Мы читали Я заберу Если вы не против Если вы не против Отрывок Да Авторские права Есть ли у меня возможность На У меня просто Даже возможности Поспать нету Не дают Бедному корву Выспаться Закрывай дверь Твое Твое Жилье Надо Уберечь Такое ощущение Что здесь Где-то Но ее Нету Здравствуйте Что здесь Лоялисты Пианисты Конформисты Это мы слушали Какой-то Не очень Вежливый Тип Здесь живет Поэтому Ему Бутылку Разобьем Пусть Пусть Наслаждается Здесь У нас Дневник Хевлока Запись Шестая Пока мы не закончим Начатой Не приведем Коронацию Мы ни в чем Не можем быть Уверены В башне Давно Свои традиции Неизвестно Что произойдет Ежели мы Войдем туда Раньше времени Нужно тщательно Обдумать Следующий шаг События Развиваются Все быстрее Но мне Необходимо Подумать Хевлока Запись Пятая Новым верховным Смотрителем Стал Тик Мартин У него Острый ум И его идеи Очень помогли нам Если учесть Его скверное Происхождение Он многого Достиг Теперь мы Можем быть уверены Что смотрители Примут любые Наши требования Остался Лишь один человек Который мешает нам Получить полную Власть Над империей Впрочем Очень скоро Лорд регент Увидит Перед собой Жуткую маску Кору И в этом Нет никаких Сомнений Но что будет После Запись Четвертая Навдовано С первой Записи Да Вот уже Несколько дней Прошло с тех пор Как наши люди Отправились Старой катакомы Чтобы оставить Оружие для Кору Аааа Точно Надо было Наверное Приходить Это мы читали Вторая Мы не ошиблись Поставив на Кору Он вывел Мартин Из канцелярии Верховного Смотрите Больше того Он пробрал Самое сердце Этого измененного Логова И расправился С Кэмпбеллом Пока Кору Знаем Он сможет Дотянуться до любого Пендалтон Удивил меня Своей решимостью Он до конца Стоял за свои убеждения Он душой И телом Пред империи Любопытно Смог ли бы я поступить Так же Будет мой брат жив Возможно Несомненно Ради будущего данного Многим наивным Придется Пожертвовать собой Каждый честный стражник Павший от руки Корова Отдает жизнь Для империи Кстати Вот эти вот слова Игре скажите пожалуйста Игра считает Что я плохо поступаю Он возвращается С Антона Соколова На плече И в это трудно поверить Но Корова Умеет не только убивать Но и похищать Людей даже Когда это кажется Невозможным Еще немного И два лучших ума Империи Окажется здесь Вместе Если заставить Давних соперников Работать сообщение Создадут совершенное оружие Инструмент Оба они Под моим началом Впрочем Надо узнать Как они сработаются Прежде чем Так Мы просто начали читать С другой стороны Наверное Надо было приходить сюда Время от времени Читать Пожилого китобоя Мы читали Печечка Так мы все читали Хорошо Что у нас Кстати по рунам Умения Да Умения У меня их 7 А я хотел 8 Для заменения Я хотел 8 Для замедления временем Которым я в принципе Ни разу еще не пользовался Это Это офигительно Хм Эм Ладно Возможно Вот как раз Если я его прокачаю Я ими Яблочко съем Я ими воспользуюсь Может быть Наверное Где-то Когда-то Хорошо Соли Идемте к лоялистам Я тебя чуть не убил Только что Я устраиваю Я устраиваю Когда я император Я буду Делать всем Аминь Аминь Тупые у тебя мысли Девочка Нельзя тебе еще Императрише Становиться Рано Это все Лорд-реген До свидания Хайрам Боро Ты Скин Пусть Аминь 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 Не пей эту гадость Не пей эту гадость Я не доверяю Пендельтону Не пей эту гадость Не пей Не пей эту гадость Не пей Выплин Выплин Иди сюда Иди сюда Давай, блин Да я поговорю с тобой Блин, его можно убить Наконец-то Блин, его уже начал окрыть Доступ Новое улучшение Продолжаем Да Да-да-да Новое улучшение У нас все на пули Теперь, да А сколько 1200 монет Так себе Меткий пистолет Еще сильнее увеличивает Кучность и точность Стрельбы Увеличивает Вместимость магазина Еще на одну пулю Кстати, это выгодно Наверное Ускоренная Перезарядка И возможность Автоматической Перезарядки Позвали стрелять Разрывными пулями Да, хочу И вот это хочу Ну и потом Вот это может Качнем Просто Ну, других чертежей Я пока не нахожу А эти Недоступны Да-да-да Твои гениальности Чувак Именно твои гениальности Идем спать У него У него уже в голове шумит Я говорил Не пей это говно Блин Я не доверяю Этим уродом Ну, чувак Ну, ты же Я не люблю Когда в играх Главный персонаж Поступает тупо Это был сейчас Очень тупой поступок Неужели Ты полностью доверяешь Вот этим уродом Ну, как можно было Это выпить Ну, вот, собственно О чем я и говорил Фигак Отдохнул Чужой Сэмюэл, ты двигаешься Сэмюэл И привезли Сэмюэл И Сэмюэл Я говорил Они уроды Я говорил, что Они уроды Блин Это было видно По их свинским поступкам Че, крысоморды Ты тоже урод? Сэмюэл Корву Они смотрели Мне делать Но не близко Может, ты Сэмюэл Я не могу Немного Благодаря Сэмюэл 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 Ну, в общем-то То, что я начал Подозревать Еще с прошлой Позапрошлой серии Не может Все так закончиться Как бы игра Была бы тогда Слишком короткой Значит, должен быть Какой-то поворот Вот этот поворот Ладно Нас хотели Дровануть Если б не помощь Крестомордова Корва настолько туп Что он бы Это самостоятельно Выпил бы И не поморщился Блин Вот что за хуйня Это Это Крестомордова Когда она умерла Дауд Дауд Это разбойник Какие у Дауда отношения С Ну, как звали Этого разбойника Звенокурни Значит, пытаюсь Подумать Я правильно Тогда поступил Что помог Скледжев Скледжев Точно Скледжев Его зовут Я правильно Поступил Что я помог Скледжеву Или нет Скледжев 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 Я знаю, что это Боди-гард Продолжение следует... И я не могу позволить это... Угу... Возможно... Возможно, все, но этим упырям я не доверял. Я их с удовольствием поубиваю. Если будет вариант убить или пощадить, я их убью нафиг просто вот вообще. Привет, чувак. Давно не виделись. Ну и я понял, как я отсюда выберусь. Блин, а если бы у меня сейчас не было этой способности вселяться, то что бы я делал? Кирпич. Ф5, а не кирпич. Так, чувак. Нам пора валить отсюда. Если он говорит, что он такой все знает про то, кто я, что я, как я, зачем я... Я бы сейчас крыской туда пошел бы, ага. Меня бы сожрали эти твари. Вот, уже где-то в подвале мое снаряжение, точно. А я... А-а-а! Снадобью мне нету. Здравствуйте. Чёрт. Могу ли я нырять тут? Могу. Да, они мне есть, начинают сразу. Иди нафиг. Иди нафиг, я просто посмотреть. Здесь я не могу выплыть. Иди нафиг, говорю. А в рыбу я вселиться не могу? Могу нафиг. У-у-у! Здравствуйте. Почему я не подумал об этом раньше, что я могу вселиться в рыбу? Чё это такое? А у меня нет маны, да? Мое снаряжение здесь совсем близко уже. Офигеть, сколько там крыс. Где мое снаряжение? На жароварню, Кривза. Давайте. Я в крайнем случае сюда потом вернусь лучше с мечом. Я не хочу тут сейчас оставаться. Почему туда? Звучит музыка Так, не забывайте, что лестница всегда должна находиться в сложном положении, за исключением прихода сменщика в экстренных случаях, в противном случае это может привести к порче оборудования или гибели людей. В случае возникновения экстренной ситуации основное питание будет отключено, чтобы восстановить подачу питания к панели управления и воспользоваться запасным баком. Черт, я вам возьму пак с ворванью. Я себя крайне некомфортно чувствую без своего снаряжения. То есть они делают все, чтобы я не смог туда сейчас попасть? Или мне кажется? На самом деле не очень люблю такие вот навязанные моменты в играх, когда тебя специально обезоруживают и такие, ну, посмотрим, как ты выкрутишься. Так, 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 так. Я упал там, значит, можно только сюда. Согласен. Как мне попасть выше? К моему снаряжению туда. До свидания. Да ухватись, пожалуйста. Так. Путь к Лугу Удауду проходит через дорожную станцию в сценарии Ротшера. Дверь, ведущая на станцию, всегда заперта. Подняться на верхний этаж жироварни может только по механической лестнице, если восстановить питание, лестницу можно будет отпустить с помощью переключателя. Давайте я и в пяточку нажму. Вернуть снаряжение. 40 метров вниз. Передайте вашему учебнику смены, чтобы на каждый обход выделял инженера. Тут у нас провода постоянно каратит. Или хотя бы разрешить нам поставить бак с ворванью в запасной приемник рядом с мостом, чтобы не было перебоев с питанием. Мы же компания Гриф за черт подери. Что, мы не можем себе позволить израсходовать лишний бак с топливом? Или вам попросту надо объяснять? А, по-простому надо объяснять. Если нет питания, мост не опускается. Если он не опускается, мы не можем попасть в жироварню. Если мы не можем туда попасть, то не можем выполнять свою работу. Вот вам коротко и ясно. Так, и в пяточку. Мне нужно вернуть свое оборудование. Отрывки из немка по желобке тобой по имени Старый Грум. Ого! Старый Грум. Эти новые корабли Соколова куда удобнее, чем те, на которых ходили в дни моей юности. Прежде мы надеялись на милость ветра, а нынче завидев кита, просто добавляем скорости. Не успеют лентяи слезть со своих коек, как мы подходим к зверюге. Мы бьем по самому крупному киту, и судно начинает пятиться назад. Твари пытаются уйти в глубину и жутко стонут, словно зовут друг друга. Дремовая команда говорит, что даже через борт эти стоны слышны, вот как. Но с гарпуном в спине на глубину не уйдешь. Когда кит слабеет от потери крови, мы подходим к нему на шлюпки, цепляем тушу крюками и обматываем хвост цепью. А потом лебедками вытягиваем на борт. Да. Страшно, на самом деле. Отрывок из описания богатых промышленных домов Даунвелла. В прежние времена туши китов доставили с корабля на сушу. Тут рабочие разделывали их, вытапливали китовый жир в огромных чанах на берегах Ренхевена. Бригады были небольшими, у каждой был собственный чан, каждый занимался своим делом. Кто-то жёг костры, другие разделывали тушу, третьи резали жир. С ростом спроса на Ворвань на берег пришли крупные компании. Они переманили лучшие бригады, пообещав им отличный заработок и всё, что обычно обещают в таких случаях. На окраине торгового квартала Радшор, как по мановению волшебной палочки, выросло множество пакгаузов. Самой хорошей организованной, точнее сказать, самой жёсткой по отношению к работникам казахской была жироварня Гривза, основанная Эбенезером Гривза. Мануфактура Гривза стремительно росла, поглощая конкурентов и вскоре захватила львиную долю рынка. Численность рабочих в лучшие годы достигала 300 человек, и это не считая детей, которые выполняли самую грязную и порой весьма опасную работу. Рабочие мануфактуры легко было узнать по кожной форме и маскам, защищавшим от чудовищного запаха. Так, пешечку мы восстановили. Зачем это место? Тут кто-то ходит? Здравствуйте. Вас-то я и не приметил. Цепи где-то... О, а туда что? Ага. Вот зачем. Сюда нужен бак с ворванием, чтобы мост закоротить, да? Тут пустые баки везде. А сюда, чтобы попасть, нужно оружие. Что уже неплохо. Хоть какое-то оружие, уже оружие, уже хорошо. Хотя я не скажу, что я рад клинку ассасина. Так, сюда мы можем... Брось. Здесь мы можем заказать... Новый бак. А где мы можем его наполнить? Деревяшку, блин. Что у нас, загадочные загадки что ли опять? Я не понял. Здесь мы можем его наполнить, я понял. Порвань. Порвань. На. Порвань. Моё снаряжение, я иду к тебе. Моё снаряжение... Я иду к тебе. Все особи, которых я имел удовольствие изучить, имеют небольшие физиологические отличия. На втором отрезке пути, когда мы находились к востоку от Тиви, команда загарпунила самку длиной свыше двух дюжин шагов. На глаз ее вес составлял около 35 тонн. Неудивительно, что корабль проседал и тяжело переваливался с борта на борт, когда эта малютка шевелилась. При свечах произвел вскрытие этого сознания, делая заметки и зарисовки. Не обращая внимания на утробное мычание, я отрезал пучок щупальцев, растущих возле пасти. В самой пасте я обнаружил несколько рядов зубов и китовый уз, протянувшийся вдоль верхней челюсти. Думаю, это образование служит своеобразным ситом, выбирающим из воды пищу слишком мелкую, чтобы проживать. Это правда. Блин, тут плакальщики. Оу, а это? А, это она и есть. До свидания. Потом поплачешь. А зачем нам сюда? Тут какой-то подъем наверх. О, здравствуйте. Я не знаю, живой, ты был неживой и знать не хочу, кто-то я твою съем. Плакальщик. Не, ну, неживой, практически неживой. Блин, эта цепь так звенит противно. Сколько я здесь уже нахожусь, она такая звенит, извинит, извинит, извинит. Хорошо. Ну вот, с оружием, если я чувствую, уже немножко полегче. Сейчас бы мне еще мои эликсиры вернуть. Я был бы доволен, наверное. Итак, отрывок из дневника Бенезера Гривза, основателя жироварни Гривза. Пойманного в море зверя цепляют крюками, которым привязывают веревки, тянущиеся как с корабля, так и со шлюпок. Буйки не дают киту уйти на глубину и умереть там. Когда зверь задыхается, его цепляют громадным крюком за хвост и затягивают на корабль по специальному жалобу. Чудище ревет, пока команда поднимает... А, когда зверь выдыхается. Пардоните, я думал, как я задохнулся. Ага. Чудище ревет, пока команда поднимает его на борт и водружает на подмостке в носовой части. Затем корабль берет курс на даунволл, а команда начинает работу над тушей, срезая самые лучшие куски, пока кит еще жив. Блин, отвратительно. Напоминаю, насколько неправильный китобойный промысел этот... Тамбаки с ворванию. Получится или не получится? Получилось. Мои шмотки! Задание выполнено. Дополнительное выживание, вернуть снаряжение. Есть. У меня также и, хотите сказать... Та, эликсирчики тоже вернулись. Все. С этого момента официально можно жить хорошо. А то я себя чувствовал не очень уютно. А, так, это я заберу, это я заберу, это я заберу. Все, тут, в общем-то, наверное, делать больше нечего. Наверное, если бы я нашел бак с ворванию, там бы я тоже поднялся бы полегче. Ну, там, где я пытался телепортнуться и всякое такое. Не знаю, не факт. Минные ловушки. Пуля осталась одна, дротик остался один. Так. А... Кстати, самое главное-то... Ха-ха-ха. Здравствуйте. Где у нас там? Руна 46 метров. Амулет 11. Здесь за стеной? А как я туда попаду? Да ну вы шутите. Не, тогда не. Спасибо. За руной я схожу. Она, я так понимаю, тоже где-то за стеной находится. За амулетом, пожалуй, нет. Давайте я просто спущусь. А... Вот так. Не подскажете мне, кстати, ладно, про вопрос, почему китовый жир является топливом? Может, вы мне еще подскажете, почему китовый жир взрывоопасен? Руна там. Это вот эти вот... Просто здесь лежит. Хо-хо. Здравствуйте. А, это нормально вообще? Так, ладно, давайте я все-таки на вот это вот копил, я это и улучшу. Да, пожалуйста. Теперь у меня есть... Полностью останавливать время на более короткий промежуток, вы двигаетесь с обычной скоростью. Вот. Супер. Теперь, а где оно у меня? Вот, на нуле. 9. Это вселение. 8 глаза. 7 перемещения. Хорошо, на нуле. Надо запомнить, попробовать его использовать где-то когда-то. До свидания. Это где я сейчас оказался? Ага. Вот это я здесь оказался. Я мог вот здесь вот взять бак с ворванью, да? Ну, пустой в смысле. Где я мог его наполнить? Ну, то есть здесь он явно пустой. А туда, кстати, как-то можно попасть. Погоди. Не, я туда... Отсюда я туда никак не попаду. Напомните-ка мне... Амулет у нас где-то там. Я его, видимо, просто прозевал. Ладно. Сейчас-то я понимаю, мне эта штука не нужна. То есть, по идее, если бы... Ну, мне бы это сделало подъем легче. А так... Блин, там что-то есть. Дайте я загляну быстренько. С ложностью есть идея. На старой живодерни... Живоварни Грифза остались нетронутые резервуары с готовым ворванью. Стоит только набрать пустых баков и перес... Перекачать в них ворвань тамошними насосами. Воды там столько, что мы сможем спокойно заплыть на лодке. Только один не суйся. Там повсюду хрустаки с этими милашками. Шутки плохи. Это нам опять же намек на это, да? Я понял. Я понял. Вот в этом и была проблема. Вот были баки. Загрузите мне, пожалуйста. Какой бесславный конец похода. Да. То есть, ну, по идее, я мог бы здесь... Взять баки или получить новый бак там. Здесь... Я просто покидай территорию? Ну, наверное, да, я валю отсюда. Я не могу свалить отсюда? Там плакальщики. Опа, вот это новость. И где мне взять ключ? О! А вот сейчас стало интересно. О, да-да-да, тут они тоже. Восемь. Труп. Хрустаки. Пустые баки с ворванью. Там тоже пустой бак. Тут опять эти фигни. Я что-то упускаю, да? А, вот, кстати. Вот, кстати, и баки. Давайте я тогда наберу. У меня есть... Тут вот бак. Я что-то очевидного не увидел. Тут же можно спокойно перекачать все, что угодно. Вставляем эту фигню. Нажимаем эту фигню. Ох ты ж, елки-палки. Сюда можно было по-человечески забраться. Давайте я тогда схожу за этим амулетом. Че уж тут. Крысы! Так. Сейчас, где он там у нас был? Да, теперь можно сюда по-человечески забраться. Я сюда прыжками, телепортациями забирался. Кстати, получилось, между прочим. Хотя все гораздо проще решалось. Да, кто-то сейчас может надо мной поржать. Пятнадцать. Ага! Я понял. Ладно, другой вопрос. Сюда-то я забрался. И сейчас я опять сюда попаду. Как мне получить ключ туда? Нет! Фух, блин, я думал, я сейчас упаду к чертям. Теперь я здесь оказываюсь со своим оружием, кстати. Это был прыжок веры сейчас. Так. О, а это че? Отрывки сборника песен моряков. Можете, ребят, почитать, даже спеть, кому это придет в голову. Журнальчик. Амулеты нет с амулетами. Я потом разберусь. Заметки цели. Цели. Проникнуть на территорию Дауда. Вернуться на причал. Рад, что я попасть на территорию Дауда. Можно так, а можно так. Показать значок цели. Вы мне хотите сказать, что я могу проплыть обратно туда, что ли? Там есть дверь, через которую я не могу пройти. Так? Так. Если... Я здесь разобьюсь, если я сюда прыгну? Да. Там воды очень мало. Я просто не хотел опять спускаться все это. Ладно, давайте спустимся. Не проблема. Да, тут мы все уже были. Тут мы все уже сделали. Тут мы заберем наше снаряжение. Извините, ходим по кругу, да. Но я некоторые вещи не могу понять. Так что... Пардоните. Вот. Приходится потупить немножко. Там есть дверь, через которую я не могу пройти. У меня нет ключа. Где этот ключ взять? Намеков у меня нету. Я не вижу. Вряд ли у кого-то из этих ребят был ключ, да. Но это просто плакальщики. Поэтому. Там еще эти плеваки, которые мне, кстати, бесят ужасно. Можно еще раз попробовать поднырнуть? Рыбой, не рыбой. А, я теперь сам сюда. Я туда не могу плыть. Я могу только рыбой плыть, да? Я туда, в принципе, не могу плыть. Я вас понял. А, мне кажется, или сейчас что-то не сходится? Или я туплю? Я туда сейчас никак проплыть не могу. И рыбой мне туда тоже не позволяет проплыть. Вот это здание, где я получил оружие. Вот это место, куда мне надо попасть. Внимание, вопрос, знатоки. Как мне это сделать? До свидания. Труп. Зажмите, чтобы нести. Может, я, кстати, тот труп не обыскал. Ребята, приятного аппетита. А, может быть, мне не надо в эту дверь? Может, я смогу пройти по-другому? Да, смогу! Ёлки-палки! А, вот сейчас было обидно. Я ещё так заморачивался. Это же я отсюда проходил. Это та территория, с которой... Извините, извините. Сейчас вот был чисто мой тупняк. Ай, вот это сейчас было обидно. Я мог сюда проникнуть и... И не так. Вот, короче. Спи. Трупы, трупы. Это, кстати, трупы городской стражи, или... Мне кажется. Там. Я ничего не забыл. Там только плакальщики. Мне туда не надо. Спасибо. Логово Дауда. На верхнем уровне Раджера. Да, хочу. Я сейчас поплююсь, блин. Амулет. Руны нету здесь, да? Руны нету. Куда найти, в принципе, не обязательно. А что бы я хотел? Я бы хотел вот сюда, наверное. А тут ничего нет? А зачем я хотел сюда? Тут оружие есть. Они все с пистолетами. Ну, по крайней мере, принесли мне немножечко тяжелого оружия. Но, насколько тяжелого. Черт. До свидания. Я с тобой цацкаться не собираюсь. Эти ребята жесткие. Ключ отстой... От этого, блин, ключ наконец-то получил. Иди сюда. А ты в меня не плюй. Блин, надо быть осторожней. Я что-то расслабился немножечко. О, пули, кстати. Давайте и в пяточку. А зачем мне туда? Милочку. Какое у меня еще задание вообще? Проникнуть на территорию Дауда. О. К логову. Я могу пойти сюда. А что меня ждет там? И зачем мне вообще туда тогда надо? Там плеваки. Тут есть цепь. Подразумевалось, что я могу сюда как-то скрытно проникнуть? Или что я сейчас могу куда-то проникнуть? Ой, блин. Иди нафиг. О, привет, чувак. Это, видимо, я мог отсюда, как-то сюда, что-то, где-то. В принципе, ладно. Где цепь? А вот она. Я и успел уже потерять. Я так понимаю, что это вход сюда, а не оттуда. Ну, насколько мне кажется, я могу и ошибаться. Не претендую на роль эксперта. Я в пяточку. Надо бы какое-то яблочко съесть или что-то такое. Нет, с этими ребятами стелсить будет трудно. Я увидел вентиляцию. Это единственная причина, по которой я вообще куда-то полез. Я увидел вентиляцию. Мне интересно, куда она ведь... А зачем мне сюда? Десят момент. Отсюда больше никуда попасть нельзя. Ну-ка, можно сюда. А, погодите, это не то место, которое... Не знаю. А, это еще можно открыть. Будем считать, что это просто нычка. Я возвращаюсь. Я не вижу тут какого-то дальнейшего прохода. То есть мне, по идее, тупо дальше. Я только сейчас его заметил. Почему мне местами поменялись эти... Тварь, он меня видит. Спи. 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 Ты не офигел? До свидания. Их не берет, короче, дротик с первого раза. Двоих на крышах я усыпил. Блин, этого просто убил. Я мог и этого, на самом деле, усыпить, наверное. Консервочки. Это если бы они со мной в открытую дрались, мне бы это пригодилось. Так, по-хорошему. Амулетка стены. Далеко. Это возвращаться за ним надо. Не, не пойду. Вон у нас логово. У меня, не знаю, как-то сложилось такое, может быть, предвзятое ощущение, что нужно гоняться за рунами, но не следует гоняться за всеми амулетами. Так что давайте открываем. В центр Радширо пойдем. В центр Радширо пойдем. Такое местечко немножечко стремное. Знаете что, ребят? Давайте тогда на этом месте мы и остановимся. Сегодня довольно много чего произошло. Ну, тут список на налоги, на китовый жир. Вот. Да, ребят, на этом мы тогда останавливаемся. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok